Что есть, представляет маслозавод Нытвинский. Нытвинский классический вкус настоящей сметаны. Если с огурчиком будет салат с вишней, сладкий-присладкий десерт, он и на завтрак идет на ура, да и на ужин имеет успех. И дело не только в прекрасных контактных особенностях. Очень сложно назвать продукт сладкий, горький, острый и соленый, с которым бы творог, а мы о твороге, не дружил. Здравствуйте, дорогие друзья. И очень сложно найти человека, которому бы творог был абсолютно бесполезен. И еще римский философ Луций Колумела, а это первый век нашей эры, писал о твороге как желанном блюде на столах богатых и бедных. Ну а сейчас творог можно назвать пищей, практически не знающей запретов. И здоровым, и больным, и старикам, и детям, и тем, кто ведет активный образ жизни, и тем, кто в силу профессии или привычек его не ведет. Физический труд или умственный в приоритете творог необходим. Но с учетом всего перечисленного, да еще может быть времени года, в зависимости от того, холодно на улице или жарко, и наши энергетические, восполняемые пищей, потребности разнятся. Благо, ассортимент творожной продукции позволяет избирательно подходить и к этому вопросу. Про сырки, фруктовые творожки, творожные массы – это отдельный разговор. Но и выбор творога как такового широк. Существует определенная классификация его пожирности. Если в питании взрослых людей большую роль играет калорийность, есть смысл отдавать предпочтение обезжиренному творогу – 86 килокалорий на 100 граммов. В детском рационе может присутствовать и тот, что пожирнее – до 230 килокалорий на 100 граммов. В любом случае, незаменимые аминокислоты, витамины, молочный сахар, калий, магний, фосфор, кальций сделают свое полезное питательное дело. Помогут и с общим самочувствием, и с настроением, особенно в межсезонье. Конечно, творог более ценен в свежем виде, но впереди сырная неделя, масленица. А значит, лишних рецептов с использованием этого продукта просто быть не может. Ну вот, например, творожное печенье, да еще не сладкое. Это как минимум интересно. Несладкое творожное печенье. Мелко нарезать чеснок, разогреть на сковороде растительное масло, добавить чеснок и розмарин. Прогреть на слабом огне минут 5, остудить, убрать то, что осталось от чеснока и розмарина. Далее соединить кукурузную крупу и пшеничную муку, разрыхлитель, соль и перец, отдельно творог, сметану и полученное ароматное масло. Творожную массу добавить в мучную. Должно получиться мягкое тесто, которое надо убрать в холодильник на час, потом его раскатать. Маленькие тестяные кружочки присыпать тертым сыром, свернуть пополам, снова присыпать и выложить на противень с пергаментом. Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов 30 минут. Отличный завтрак, прекрасный перекус, удачное дополнение к чаю, но и не только. Возможно и некие взрослые игристые сочетания. Словом, приятного аппетита, хорошего дня. Все на сегодня, с вами была Жанна Соловьева. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова